Театр кукол-кузнечек на время превратился в царство вечных льдов и снегов. Тут и там сверкали многочисленные созвездия, в море плескались рыбки, радужными цветами переливало северное сияние. На небольшой камерной сцене театра происходили настоящие чудеса. Новый спектакль «Умка» получился таким, каким его и задумывали – зимним, волшебным и новогодним. И вот вспомнила я про мультфильм «Умка» и про рассказ Юрия Яковлева, на основе которого он был поставлен. И подумала, что и действующих лиц там мало, и при этом это такая очень милая история, очень детская. А во втором мультфильме там еще и речь идет о том, что справляют Новый год. И мы подумали, что эти две истории можно было бы объединить в один спектакль. Актеры, куклы, мультипликация – все это гармонично соединилось в одном спектакле. Главный герой «Умка» играл в берлоге, ловил рыбу в море, лепил снеговика вместе со своим новым другом. Одно место действия быстро и ловко сменялось другим. Над этим работала и художник спектакля Светлана Шевцова. Она проделала большую работу по созданию кукол, декораций и деталей пространства к спектаклю. Мне показалось, что совершенно необязательно делать какие-то белые, абсолютно белые просторы снежные. А как раз оттолкнулись от того, что льды сделали такие вот скалы, горки ледяные. И море, да, море у нас вызвало определенные трудности. Ломали-ломали голову, но вот решили, что оно вот такое будет. Спектакль «Умка» в Театре кукол-кузнечек маленькие зрители смогут увидеть на январских праздниках. Подробности по телефону – 983-83. Мероприятие для детей старше 4 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.